Громкий скандал с Пидиди и какое отношение к нему имеют Бейонсе, Джастин Бибер и Симпсоны. Мировой шоу-бизнес столкнулся с очередным громким скандалом, который на этот раз затронул многих представителей индустрии, включая таких всемирно известных суперзвезд, как Бейонсе, Джей-Зи и Джастин Бибер. В соцсетях появилось все больше теорий заговора, связанных с белыми вечеринками известного рэпера и продюсера Шона Комза, известной как Пидиди. Напомню, как ранее сообщалось, по обвинению в торговле людей с целью сексуального эксплуатации обвинили Пидиди в насилии, домогательствах, изнасиловании и не только. После ареста рэпера появилось немало шокирующих фактов о его деятельности, которые оставались без внимания на протяжении многих лет его славы и влияния. После того, как стало известно о Боресте, Пидиди, пользователи сети начали находить скрытые мессенджеры в песнях известных артистов, которые якобы намекали на его неадекватность и причастие людей из его близкого окружения к тому, что происходило на белых вечеринках. Среди таких людей якобы были бы известные друзья Комза, американская певица Бейонсе и ее супруг Джей-Зи. Кроме того, в соцсетях убеждены, что канадский певец Джастин Бибер был в числе жертв Пидиди и якобы даже намекал об этом в одном из своих клипов. В этом материале рассказываем о самых громких теориях заговора, которые набирают в популярных социальных сетях после ареста Пидиди. Бейонсе и Джей-Зи Расследование дела Пидиди крайне негативно отразилось на людях из его самого близкого окружения. Певица Бейонсе и рэпера Джей-Зи Би, которые являются давними друзьями обвиняемого в тяжелых преступлениях рэпера. Одной из самых конгромерсийных теорий заковра является предположение, что ради блестящей карьеры Бейонсе Пидиди устранил популярных коллег рэпера Тупака, певицу Али Ю из Лефт Е и даже Майкла Джексона, которые погибли в одну и ту же дату 25 числа, но в разные месяцы и годы. И незадолго перед выходом новых альбомов певицы. Таким выводом поклонников подтолкнула песня «She knows» американского хип-хопа исполнителя Койл. Многие пользователи сети слушают в припеве трека не только фразу «She now, she now», «Они знают», «Она знает», но и девичью фамилию Бейонсе «Now less». Кроме того, в песне есть фраза «Покойся с миром, а ли я?» «Покойся с миром, left ear» «Майкл Джексон, еще увидимся, когда я умру». В комментариях последней публикацией на странице Бейонсе в Инстаграм поклонники цитируют текст песни и призывают артистку прокомментировать слухи о ее причастности к ее вечеринкам и о том, что на протяжении многих лет она знала и молчала о преступлениях Педиде. Кроме того, отметим, что ни Джей Зи, ни Бейонсе не упоминаются в 14-страничном обвинении, которое прокуроры предъявили Педиде. Однако это не останавливает пользователей социальных сетей, которые продолжают настаивать на том, что знаменитая пара знала о жестоком поведении и преступлениях своего близкого друга. Более того, в ТикТок набирают популярность фрагмент из «Симпсона» в 2019 году, где можно увидеть персонажей, похожих на Педиде, Бейонсе и Джей Зи, которые развлекаются на белой вечеринке. Речь идет об эпизоде под названием «Великий Фестби» в 28 сезоне. Джастин Бибер в сети также обсуждают видео Джастина Бибера под песню «Ями», в котором многие поклонники увидели новый смысл. После ареста Комса, Бибер познакомился с Педиде, когда ему было всего 15 лет, и рэпер взял на себя роль наставника и начал сотрудничать с ним. По сценарию в клипе на песню «Ями», Джастин с помощью тайного входа попадает на вечеринку, где дети выступают перед взрослыми, а затем представляют танцовщиками в белых тонах. После этого все исчезает, и на тарелке остается детская фотография певца. Поклонники увидели в этом отсылку к тем самым белым вечеринкам Комса и считают, что этим клипом он намекнул на события, которые произошли с ним в подростковом возрасте. В ТикТок также стал вирусный ролик, сделанный на съемке этого клипа. На нем можно увидеть опустошенного Бибера, который не может скрыть эмоции. На странице Джастина Бибера в Инстаграме поклонники пишут ему пару слов поддержек. На текущий момент там насчитывается более 53 тысяч комментариев. А как вы считаете, дорогие зрители? Напишите свое мнение в комментариях.